Народ, всем привет! Рад видеть вас на канале для взрослых и адекватных людей. Сегодня я хочу вам рассказать одну крайне поучительную и интересную историю одного масляного бренда. Фанаты и продавцы Amsoil однозначно устраиваются максимально удобно, запасаются чаем, плюшками, потому что видео будет достаточно длинным, но уверен, что оно вам понравится. Я не раз говорил, что формирование успешности развития любого бренда основано в том числе на его качественном продвижении официальными представителями. Но вы знаете, порой складывается впечатление, что общаться от имени компании за компьютер садят людей, мягко говоря, которым в этом ничего не понимают. CSI, NPS, CLI – все это для них пустой звук, судя по комментариям в соцсетях и на профильных форумах. Кстати, яркий пример того, как можно создать огромнейший негатив к бренду, у которого при этом есть качественная продукция – это Равинол, чей бывший официальный представитель в интернете в лице некой Елены своим высокомерием, гордыней, глупостью и отсутствием технических знаний серьезно-таки подорвал доверие к бренду огромного количества текущих, так и потенциальных клиентов. Ссылку на этот ролик я оставлю в описании. И вот уже Amsoil как под копирку начинает повторять все те же самые маркетинговые ошибки, которые формируют негативное отношение к бренду. И это неудивительно, потому что дистрибьютор Amsoil – это компания OM Oil, команда которой и занимается развитием бренда Равинол в России. У Amsoil есть своя Елена в виде иркутского представителя, который в такой же хамской манере пишет глупые, желчные и разжигающие негатив комментарии, начиная с Ютуба, заканчивая Оилл Клубом и Драйв 2. И я уверен на 100%, что он рано или поздно повторит этот славный путь Елены, которая такой же неадекватной защитой и продвижением рекламировала в свое время бренд Равинол. И надеюсь, что в итоге его также забанят на Оилл Клуб и отлучат от бренда Amsoil в целом. Но мне в свете последних событий стало прям ужасно интересно, что же там такая за супер история бренда и великие научные достижения, о которых ну просто ходят легенды и которым постоянно тыкают всем оппонентам в комментариях. И я вам скажу так, маркетинг – это великая сила. И погрузившись в историю самостоятельно, я был несколько шокирован. Собственно, как и результатами тестами Amsoil на машине трения ИИ-5018. Но перед тем, как мы перейдем непосредственно к истории бренда, я хочу вам рассказать вкратце, из-за чего, собственно, начался весь сыр-бор. Все началось с ролика, в котором мною был проведен тест на термостабильность масла. Мы специально подобрали продукты на разных базовых маслах, чтобы получить срез данных по термостабильности. К моему большому удивлению, а также специалистов лаборатории компании ВМП Авто, Amsoil, чье масло, по моему мнению, должно было показать самый топовый результат, сделало все с точностью да наоборот. Ссылку на ролик я также оставлю в описании. И если вкратце, то дорогущий топовый продукт от Amsoil показал значение народного лукойла. Ну, интересно, до сих пор еще, кстати, никто не смог конструктивно объяснить, как такое стало возможным. А это важно. Поэтому пользователи Amsoil, которые смотрят мой канал, пошли на Drive 2 в блог официального представительства и попросили прокомментировать результаты, которые показало их масло. Ну, что, собственно, логично и абсолютно нормально. А вот ненормально то, что конструктивного ответа они так и не получили. Ну, как не получили? Досталось всем. Сначала производителю масло, которое показало лучший результат в тесте и которого обвинили в заказухе и черном пиаре за счет бренда с мировой историей. Опять возвращаемся к истории мирового бренда. Данному производителю, на удивление, пришлось даже оправдываться, ну, вот за такой вот странный результат, который показал Amsoil. Более того, этот представитель связался со мной и попросил отправить литрушку масла Amsoil, которая участвовала в том тесте, для проведения лабораторного анализа в другой независимой лаборатории и даже оплатил этот анализ. Ну, вдруг на этот тест я купил подделку или в своих корыстных целях залил в баночку с Amsoil мочу. И в итоге выяснилось, что масло оказалось не только на Пауэстер, но и с добавлением гидрокрекинга, о чем и подтверждает МСДС производителя, который, собственно, и вызвал весь резонанс у текущих клиентах продукции Amsoil. И которые все это время, по утверждению официальных представителей, покупали настоящее масло только на Пауэстер. На мое предложение официальному представителю Amsoil повторить тест в их присутствии, я получил ответ, что их блог не место для пиара сомнительных каналов и вообще никакого кина не будет. Получается, реабилитация репутации Amsoil оказалась нужна всем, кроме самого Amsoil. Ведь Amsoil настолько крут, что не комментирует никакую заказуху и фейки. Но, естественно, что после этого на неадекватную реакцию официального представителя пошла обратная реакция уже от клиентов с расспросами, которые просто стали нагло чистить, а аккаунты клиентов, которые особо упорствовали, чтобы получить какую-то информацию, просто стали отправляться в черный список. Сказать, что такое было шоком для всех, это вообще не сказать ничего. Ну вот такое получается отношение к клиентам, которые приобретают на минуточку далеко не самое дешевое масло. Но дальше начинается все самое интересное. Хотя вроде как Amsoil и не комментирует фейки, но через пару дней после выхода моего видео пик недовольства и атак клиентов достигает апогея, что в итоге вынуждает все-таки представительство сделать ну такой некий саркастический ответ про одноруких бандитов и особо одаренных блогеров. Ну, видимо, имели в виду скорее всего меня. Ну что же, попытка хорошая. Но, как говорится, есть один маленький такой нюанс. Сейчас вы видите на экране не фейковые данные, а данные из лаборатории компании ВМП Авто с машины трения ИИ-5018. Чуть-чуть попозже я вам расскажу, чем она отличается от однорукого бандита, это будет в другом видео. Ну и, собственно, чьи результаты вы не признаете, называя их, если не прямо, но косвенно, чуть ли не шарлатанскими. А меня, кстати, продажным блогером. Но что самое удивительное, это, к слову, кстати, о двойных стандартах Amsoil. В сети есть замечательный американский ролик. Не поверите, но канал называется Project Farm. Ну, почти как Project X, только Project Farm. И там автор проводил большой сравнительный тест американских масел, где были еще более простые тесты в виде заморозки, прожарки и банальной машинки трения того самого однорукого бандита, в котором, кстати, Amsoil стал первым. И вот тут вот, конечно же, совсем другое дело. Ну, вы понимаете, и блогер там самый независимый, и тесты нормальные, и официальный представитель Amsoil активно пиарит данную информацию, радуется победе, просит активно делиться этим роликом в соцсетях, ну, и вообще посмотреть все ролики чемпионата, где Amsoil вот так вот просто всех отделал. Это называется двойные стандарты. Видео, где Amsoil чемпион, вы рекламируете, восхваляетесь и гордитесь этим видео. А где Amsoil не чемпион, то автор продажный цыган, и вы это даже комментировать не будете. Как говорится, шах и мат вам, господа. У каждого бренда есть история. И чем она уникальнее, эксклюзивнее, захватывающая в конце концов, тем больше вероятность того, что будущий клиент проникнется этой историей. И за счет восхищения и ярко выраженного доверия проникнется лояльностью к бренду. Кто не знаком с официальной версией истории компании Amsoil, это я сейчас имею в виду официальное представительство, то я, с вашего позволения, конечно же, вкратце вам расскажу о ней. Потому что, когда вы пишете комментарии от лица компании про черный пиар ваших конкурентов, сетевой маркетинг, одурачивание потребителей за счет мирового бренда, и это вроде как не уровень компании Amsoil, то это говорит только о том, что вы ничего не знаете про историю продвигаемой компании. А для начала я напомню всем официальную версию, которую после разберем более подробно. В 60-е годы некий американский подполковник Амат УЦО, командир эскадрильи реактивных истребителей, обратил внимание на то, что в реактивных двигателях используется иное масло, отлично от тех, которые применяются в двигателях гражданских автомобилей того времени. И данное масло по своим свойствам сильно отличалось в лучшую сторону, ну, например, по термостабильности и низкотемпературным свойствам, от масел того времени, которые, по сути, выпускались на минеральной основе. Интерес перерос в эксперимент, суть которого сводилась к тому, что Амат УЦО начал заливать авиационное масло в двигатель гражданского автомобиля. И после получения положительных результатов подполковник занялся научно-исследовательской работой и в течение 60-х годов разработал несколько различных составов синтетических моторных масел. В 1966 году подполковник впервые применил синтетику на автомобиле своего коллеги, а уже к 1968 году начал их коммерческую продажу. 23 мая 1969 года создается компания LifeLoop, которая в 1970 году переименована в Amsoil. И спустя еще два года, в 1972 году, химический состав синтетического масла Amsoil 10W40 выполняет все испытания и требования Американского института нефти АПИ. Собственно, это и послужило поводом закрепить за собой право название первой в мире синтетической смазки для двигателей гражданских автомобилей тем самым застолбив в истории данное место на год раньше самой корпорации Мобил. Парни, ну как вам? Ну скажите же интересно. И приятно осознавать, что в этом мире любой командир эскадрильи реактивных истребителей, капитан какого-нибудь нефтяного океанского танкера или машинист тепловоза, в конце концов, вот так вот просто может взять и создать, а далее прозвучит дословно полная цитата «Синтетическое моторное масло, которое создано в результате многолетних исследований и вдохновлено аэрокосмическими технологиями, станет первым синтетическим моторным маслом в мире, отвечающим сервисным требованиям Американского института нефти». Просто убийственная маркетинговая фраза высшего пилотажа «во», которую мы, собственно, и разделим на две части для дальнейшего анализа. Первая часть – это как появилось такое масло, а вторая – это как его, собственно, смогли зарегистрировать в АПИ, потому что это оказалось безумно интересно. Я надеюсь, что всем понятно, что подполковник, несмотря на все его ордена, звания и заслуги, не обладал соответствующей квалификацией, чтобы вот так вот взять и насколько создать такой продукт, такой сложный продукт, как моторное масло. Но подполковник был не так прост, как кажется. Он обладал превосходной наблюдательностью. Видимо, изучая материал о химическом составе авиационного масла, и была рождена идея о том, как это масло можно применить в двигателях гражданских автомобилей. Нужно, кстати, понимать, что вся эта история происходила в 60-х годах 20 века. Нужно понимать, что к этому моменту в мире уже сложилась как автомобильная, нефтяная промышленность, в том числе и производство всем известных базовых масел на минеральной основе, гидрокрекинги, ПАО, Эстер и даже ПАК. Тогда же были созданы всем известные отраслевые институты, такие как САЕ, АПИ, АСЕ и АСТМ. Так и рынок моторных масел со своими гигантами тоже уже был сформирован. Я к чему это все рассказываю? Чтобы было понимание, что вся эта история с брендом Amsoil происходила не в каком-то сферическом вакууме со множеством неизвестных, а вполне состоявшемся цивилизованном современном научном мире. Но мне было жутко интересно найти информацию о том, где же будет сказано, как Амат Уцио начал свою деятельность в области моторных масел. И я ее нашел в журнале American Ireland Magazine от февраля 2001 года в статье «Великие дебаты о нефти Amsoil», которую подготовил Эд Ньюман, менеджер по маркетингу и рекламы самой компании Amsoil. Так вот, Эд пишет, что в середине 1960-х годов Аль Амат Уцио начал поиски синтетического моторного масла для автомобилей, тракторов, мотоциклов и других двигателей внутреннего сгорания. После интенсивных исследований и разработок он собрал команду химиков и руководил разработкой первого в мире синтетического моторного масла, которое отвечает требованиям обслуживания Американского института нефти. Теперь все понятно и логично. Полковник нанял, как это сейчас называется, технологов и, скорее всего, бывших сотрудников либо отраслевых институтов, либо из мировых масляных гигантов, которые и создали ему рецептуру на основании уже имеющихся к тому времени научно-содержательной базы. А почему все оказалось так просто? А где же вся вот эта вот инновационность, спросите, наверное, вы? Я отвечу, прошло 60 лет, а процедура создания масел нисколько не изменилась. Как тогда, так и сейчас рецептуры могут разработать только производители пакетов присадок либо научные центры мировых масляных гигантов. Давайте честно, у подполковника на тот момент ничего этого не было, а был только рынок доступных ему компонентов для создания необходимых масел и все. Об этом также, кстати, говорит следующая фраза от официального представителя Amsoil. С 40-х годов в авиации США стали плодотворно использоваться смазки на базе ПАО, химического состава на основе полимеризации олефинов, а также других видов сложных эфиров. Первые синтетические базы на основе ПАО были произведены в 1937 году стандарт-ойл. После разделения корпорации в состав входили Mobil, Chevron, Exxon, Texaco, Amoco и другие. Но полностью раскрыть преимущества новых составов дала космическая эра и реактивные двигатели. Работа смазок в жестких условиях с широким диапазоном температур. Как мы видим, Amsoil своего ничего из компонентов не производил. Но они вот якобы первые, кто попытался смешать синтетические базы с пакетом присадок, который нужен для гражданских автомобильных двигателей. Так как в авиационных маслах в пакете присадок ничего кроме фосфора больше и нет. Как думаете, есть тут что-то инновационное? А вот в общем-то и нет. А почему же я так решил, сейчас объясню. В 1979 году в журнале Pickup One N4WD выходит интересная статья. Должен ли ваш грузовик использовать синтетические смазочные материалы? Статья была достаточно объемной, но посыл был такой, что к 1979 году синтетические масла массово были никому не нужны. Странно, но ситуация очень похожа на наше время по двум причинам. Первая причина. Синтетическое масло уровня Amsoil стоило в разы дороже обычных минеральных масел. И кварта синтетического масла стоило примерно 5 долларов. По сравнению с 50 центами за кварту минерального масла. И вторая причина. У большинства клиентов было полное непонимание превосходства синтетических масел над другими. Вы сейчас будете смеяться, но абсолютно такая же ситуация наблюдается сейчас, в наше время. Поэтому в статье информация преподносилась таким образом. И что-то мне подсказывает, что статья делалась в интересах одной маленькой частной инновационной компании. И посыл звучал так. Мол, парни, ну что непонятного-то? Да, вы переплатите в разы, но и менять масло нужно будет не каждые 6 тысяч миль, а каждые 25 тысяч миль. Ну круто! Но самое интересное дальше. Ну понятно, что вся эта статья была сделана в интересах компании Amsoil. Это ясно. Так как с одной стороны предоставив аргументацию о крутых характеристиках синтетических масел, нужно было еще и убедить клиентов в том, что за этим еще стоит что-то серьезное. И в этом же журнале идет отсылка к компонентной базе конкретных производителей. Посмотрите, как интересно. Я делаю вывод о том, что через данную статью ненавязчиво. Amsoil признался в том, что ему довольно-таки тяжело продавать синтетические масла, пусть даже с сертификацией по АПИ. Тем более, что на рынке Amsoil со своим продуктом был вовсе не один, как нам это любят преподносить. Парни, вот вам уникальное фото с перечнем конкурентов. Если что, то это 70-е года, когда Amsoil был якобы первым в мире. Кстати, как вам Mobil 5W20 с температурой замерзания в минус 85 градусов? И у меня возникает один вопрос. Откуда столько продуктов от разных компаний с аналогичными составами? Ведь только Amsoil сделал якобы прорыв в этой области, о чем гордо пишет на своей этикетке уже много лет. На самом деле, все очень просто. Технологи Amsoil по факту использовали уже имеющиеся наработки, как это делает Amsoil и сейчас. Зашли они в нишу, которая по сути была пустой, но где данные масла с рецептурой на диестерах никому были не нужны из-за своей просто астрономической цены. Именно поэтому, смекнув, Amsoil решил первым зарегистрировать свое масло в API. И не потому, что других продуктов на тот момент не было, а потому, что остальным производителям это было просто не нужно из-за отсутствия спроса как такового на данные составы. Поэтому величайшая надпись на канистре. Мы первые в синтетике. Просто громкий и шикарный маркетинговый ход. Когда я готовился к этому видео, я почему-то сразу вспомнил, что ведь и в наше время можно провернуть ту же самую схему, что в свое время провернул и Amsoil. На олл-клубе есть свои подполковники Амату Цио, которые тоже в виде эксперимента заливают в свои двигатели эстеровые масла, например, Mobile Jet Oil, которые предназначены для реактивных двигателей самолетов. Были бы финансовые возможности, то эти парни тоже могли бы зарегистрировать данное масло в API и стать первыми в мире производителями, кто создал полностью эстеровое масло, сертифицированное по требованиям API. И которое, кстати, будет подходить для применения в двигателях гражданских автомобилей. Ну, конечно, при условии наличия гражданского пакета присадок. Но кто же будет покупать такое дорогое масло? Поэтому это не вариант, но большой шанс повторить успех Amsoil есть у компании Crunoil, которая в своих маслах Polytech использует пока 5% базовых масел на пак. Вы представляете, если эти ребята когда-нибудь создадут масло, где пак будет в достаточно значительном объеме, и вот если они еще смогут пройти независимые тесты, регламентированные требованиями API стоимостью от 1 до 2 миллионов долларов, то это будут первые в мире синтетические моторные масла на базовой основе пак. За бизнес-идею не благодарите, лучше потом переводом деньгами на карту. Как я уже говорил, Amsoil появился тогда, когда в мире уже существовал Американский институт нефти со своей классификацией API и стандартом SD того времени. Ну, давайте будем честны, требования API 60-х, 70-х годов были просто ни о чем. Это понятно всем, но мне нужно было увидеть тому подтверждение. Ну, кстати, найти серьезный материал, тем более документ 60-летней давности, это, я хочу сказать вам, непросто. Но в итоге мне попадается документ измерения и стандарты для переработанного масла, который выпущен в 1977 году Национальным бюро стандартов департаментов торговли США. А в нем оказалась очень интересная информация. Первое, что мы узнаем, так это факт того, что в период с 1954 по 1955 годы автомобильная промышленность столкнулась с проблемами моторных масел, ну, которые вроде как формально соответствовали какой-то категории услуг MS, расшифровывается как самые тяжелые, но которые не имели никакого отношения к тестам на реальных двигателях. Тогда определялось ингибирование текучести, пенообразование, а также вязкость и все. И понятным языком это звучит, как мы, производитель масла, сделали что-то, на наш взгляд, похожее на масло, но как оно будет себя в двигателе, нам, в общем-то, и неизвестно. Поэтому в 1956 году к разработке известных сейчас нам тестов Sequence подключается ASTM, Американское общество испытаний и материалов, на которое возложили ответственность за рассмотрение эксплуатационных испытаний, которые разрабатывались производителями двигателей. А вот уже как раз конечным разработчикам тестов Sequence 1, 2 и 3 к тому моменту был выбран научно-исследовательский институт двигателей автомобильной корпорации General Motors. И уже к 1958 году были разработаны первые стандарты тестов Sequence. Выведу их сейчас на экран. В 1962 году ASTM утверждает данные стандарты и закрепляет дальнейшие их улучшения за Sequence 1, 2 и 3 за General Motors, 4 Chrysler, а 5 Ford. И что же это в итоге дало? А ничего, данные тесты определяли результаты только конкретных параметров на конкретных двигателях. Но как масла после всех всесторонних типовых испытаний тестами Sequence покажут себя в ходовых условиях, в рамках работы на конкретных двигателях, никто до сих пор не знал. Поэтому к тому моменту возникает очень парадоксальная ситуация, когда с одной стороны есть утвержденные тесты Sequence, но с другой стороны они ничего не говорили о качестве и работе масел. Парни, дальше небольшая техническая информация, из которой вы поймете, почему у Amsoil нужно было кровь из носа зарегистрировать свое масло в API именно до 1973 года. Напомню, что официальная регистрация обозначена 1972 годом, и это ключевой и очень важный момент. Так вот, вы уже поняли, что в 1962 году вплоть до 1972 года тесты Sequence только начали обретать какое-то первоначальное научно-техническое обоснование, но которое все равно не являлось даже близким подобием к нынешним результатам тестов со стендовых испытаний на двигателях. Поэтому в 1972 году корпорация General Motors совместно с уже SAISTM, API и SAE начинают разработку новых требований Sequence, на основании которых была позднее введена в 1973 году классификация API-SE, которая серьезно ужесточила требования к тестам испытуемых масел. И теперь переходим к первой сенсации. Amsoil зарегистрировал первое в мире синтетическое моторное масло 10W-40 в 1972 году, так как именно в этом году в виде переходного периода с классификации API-SD на более жесткую API-SE применялся еще предыдущий тест Sequence, а не более серьезные стандарты тестов уровня Sequence 2C, 3C, 5C и так далее, которые применялись уже с 1973 года. Поэтому Amsoil 10W-40 на дистерах спокойно проходит предыдущие испытания, так как они не были всесторонними и ни в коем случае не приравнивались к ходовым испытаниям. Вуаля! Звание первого синтетического моторного масла сертифицированного API закреплен в мировой истории. А мы сейчас читаем всю эту информацию и просто охреневаем от крутости. Но как мы видим, ничего выдающегося в этой истории ну и не оказалось. Это был просто маркетинг. Но маркетинг с большой буквы тут не поспоришь. А почему я так считаю? Первое. Регистрация в API на тот период времени своих существующих синтетических моторных масел мировым гигантам была не нужна ввиду отсутствия как такового рынка сбыта. Была бы нужна, Amsoil был бы далеко не первым. Второй момент. Регистрация масел вплоть до 1973 года не имела никакой сложности, так как согласно тестам того времени они не предъявляли требования к составу масла, а были только требования к конкретным параметрам и конечным данным, которые в итоге не говорили о качестве моторного масла ничего. То есть на тот момент не существовало требований, определяющих как качество, так и эксплуатационные характеристики моторных масел. Были примитивные тесты с параметрами, которые нельзя было приравнивать к значениям, получаемых в реальности при работе масел в реальных двигателях. Парни, вы можете не верить мне, но все то же самое признает представитель General Motors в лице Ричарда Кейбла, за что только самое основное. При разработке некоторых тестов мы обнаружили, что требуется значительное количество времени и усилий, чтобы установить связь полученных данных с данными с ходовой эксплуатацией. Из-за различных моментов вы не можете предусмотреть все в тесте. Таким образом, это не все контрольные испытания. Они оценивают только определенные параметры. Мы считаем, что необходимо определить требования к эксплуатационным характеристикам моторных масел. Надеюсь, с лидерством первого в мире синтетического масла, зарегистрированного в API, мы разобрались. И далее перейдем еще к одному очень важному аргументу, на котором строится уникальность бренда компании Amsoil. В 1994 году Аль Аматуццо был отмечен как пионер в области синтетических смазочных материалов, заняв место не где-нибудь, а во всемирном зале славы смазочных материалов. Друзья, в мире есть огромное количество всякого рода залов славы. Автомобильного, бокса, видеоигр и даже гольфа. Их еще много. Но у меня вопрос к тем, кто давно в теме смазочных материалов. Вы когда-нибудь слышали о всемирном зале славы смазочных материалов? Я более чем уверен, что тоже нет, если только от компании Amsoil. Даже если вбить в Google The Lubricant's World Hall of Frame, то кроме упоминания данного названия в связке с Amsoil, я лично больше ничего не нашел. Что же это за такой всемирный зал славы, который не знает даже интернет? Если углубиться в тему, то мы выясняем, что данный всемирный зал славы смазочных материалов был создан американским журналом Lubricant's World, информацию о котором я вообще не смог найти в интернете. Что это был за журнал, когда и кем он был создан, кому принадлежал, насколько в конце концов это было авторитетно и влиятельное СМИ, которое вот так вот взяло и имело право создать целый всемирный зал славы смазочных материалов. Вопросов миллион, ответа ни одного не нашел. В общем, у меня складывается ощущение, что это был чистой воды пиар-ход. Действительно, а почему бы и не разместиться во всемирном зале смазочных материалов? А чтобы не быть там в одиночестве, чтобы не было так скучно, добавим к подполковнику кого-нибудь с 18-19 веков, например, создателя Valvaline и основателя компании Vacuum, которая по сути сейчас принадлежит Mobil, то есть получается, больше-то достойных людей в 20 веке не нашлось для данного зала славы. Скромно. Очень скромно. Больше какой-либо информации о журнале Lubricants World и его статьи от 1994 года в сети интернет я не нашел. Может быть, они переименовались. Кстати, есть похожий журнал Harls Lubricant World, но информации о его связи с Lubricants World я лично не нашел. Это то, что вам нужно знать о зале славы, смазочных материалов и почетного нахождения там. В общем, открываю зал славы канала Проект Икс. Кто хочет попасть в мой зал славы, направляйте заявки. Я рассмотрю. Стоимость заявки от 10 тысяч евро. Ну, сами понимаете, зал славы. Кстати, позвольте, я еще раз вспомню про двойные стандарты. Ну, раз уж мы про них сегодня говорили уже как минимум два раза. Очень интересная попалась статья в журнале First Cost AMC News с названием «Почему синтетическое масло?» Где по сути Amsoil жестко критикует своих конкурентов Mobile 1, Redline и даже Royal Purple. Это к слову о том, что великий Amsoil не опускается до уровня, когда нужно выехать за счет других более известных производителей. Как видим, когда нужно Amsoil опускается и до такого уровня. И не считает, кстати, это чем-то зазорным. Ну, вот как-то так. Легендарная история о компании Amsoil оказалась, на мой взгляд, по факту, прекрасно завернутым маркетинговым проектом. Это я сейчас говорю именно про те аргументы, которые Amsoil выставляет как свои великие достижения. С другой стороны, то, что основатель бренда сделал ставку на настоящие синтетические масла, а именно диэстеры, ну, у меня это вызывает уважение. А вот где Amsoil действительно был первым, так это в серьезной просветительской работе среди клиентов о преимуществе синтетических моторных масел. Да, это сложная, кропотливая, долгосрочная работа и только через разъяснение можно было хоть как-то увеличить объемы своих продаж. Так и родился знаменитый сетевой маркетинг от компании Amsoil. И, кстати, официальному представительству, когда он пишет в комментарии, что продвигает свой бренд методом сетевого маркетинга, компания Amsoil до сих пор в Америке продвигается именно таким образом, если вы не знали. Но, нужно отдать уважение, кстати, и компании Ravenol, которая просвещала россиян о пользе масел на Power STR. Да, бывало, что в грубой, да, бывало, что в навязчивой форме, но в итоге доносило преимущество своих моторных масел. И огромное количество россиян, благодаря именно компании Ravenol, уже знают, что обозначают эти заветные слова Power plus STR, и которые сейчас целенаправленно ищут именно масла с таким составом. Печально, но, как показала история, масла на диэстерах, как в 60-х годах 20-го века, так и сейчас, остались, по сути, только в авиакосмической отрасли и не смогли массово прижиться в двигателях гражданских автомобилей. В 21-м веке Amsoil это уже не тот Amsoil времен его основания, который пытался сделать что-то свое. А сейчас это, по сути, крупный блендер, без своей компонентной базы и какой-либо инновационности, работа которого, на мой взгляд, под управлением современных менеджеров и маркетологов свелась к тому, чтобы сделать продукт по себестоимости дешевле, но при этом не просесть по характеристикам и продаваться по старой завышенной цене. Кстати, скандал, который вылез после нашего теста с МСДС паспортом безопасности яркое тому подтверждение. Если в 20-м веке действительно было серьезное обоснование дороговизны продукции Amsoil, поэтому я ее использовал до смены рецептуры, то сейчас возникли вопросы, и не только у меня, а у всех тех людей, вопросы которых вы просто потерли в своем блоге на Драйд 2, а на минуточку, это были ваши, в первую очередь, лояльные клиенты, которые поверили вам и вашу красивую легенду и историю. Но кто-то может сказать, Артем, посмотри, у Amsoil есть результаты тестов Sequence, которые они собственно всем показывают. Да, есть, и здесь все очень просто. Свою нетиповую рецептуру Amsoil больше никогда не сможет зарегистрировать в Апи. Не получится повторить камбэк своего основателя, но уже в наше время, так как тесты будут стоить от 1 миллиона долларов. И понятно, что Amsoil это экономически невыгодно и не нужно, так как сейчас бублик от Апи просто обесценен, его наличие не дает абсолютно никаких преимуществ, так как его получают все, кому не лень, это легко, про это я уже рассказывал. Поэтому Amsoil и заваливает своих клиентов результатами тестов Sequence двигателя, который расположен у них в лаборатории. Но по факту эти тесты пройдет любое сегодняшнее моторное масло. Но и тут я поставлю плюсик в карму Amsoil, так как в отличие от сотен других производителей у Amsoil есть хоть какие-то результаты с тестов. С другой стороны, тест на машине трения E5018 прекрасно показал, что не всегда красивые цифры с бланка лабораторного анализа могут подтвердить качество масла в реальности. Вот такой вот парадокс, с которым впервые столкнулся я и многие мои подписчики. И мы обязательно повторим этот тест с другими маслами, чтобы понять причины и сделать какие-то выводы. И на самом деле я буду рад, если Amsoil покажет достойный результат и у официального представительства появится очередной повод для гордости за масло, бренд которого они продвигают. Продолжение следует...